Воскресенье около 8 часов вечера у села Сергеевка перевернулся автомобиль. Пострадали два человека. Раненых из грязной иномарки, превратившейся в груду металлолома, доставали спасатели. У 36-летнего пассажира в больнице диагностировали перелом позвоночника. У водителя сотрясение мозга, ушиб головы и вывих тазобедренного сустава. Седан приближался к месту крушения со стороны села Князеволконского. На прямом участке дороги водитель, по-видимому, разогнался слишком быстро. Машина зацепила колесами гравийную обочину, бесконтрольно промчалась через встречную полосу и рухнула в кювет. Шофер, по данным освидетельствования, был пьян. В понедельник днем в северном микрорайоне молодой водитель Хонды Цивик на пешеходном переходе сбил женщину и ее пятилетнего сына. Хабаровчанка ушибла плечо, мальчика забрали в больницу, чтобы исключить сотрясение мозга. Правил пешеходы не нарушали, на дорогу женщина вышла по зебре. Водитель автомобиля, ехавшего по правому ряду впереди Хонды, остановился, чтобы пропустить родственников. Виновник ДТП утверждал, что автолюбитель нажал на тормоз настолько резко, что сбросить скорость уже не успевал. Шофер Цивика стал уклоняться от удара влево и въехал в пешеходный коридор как раз в тот момент, когда по нему шла женщина с ребенком. Другая женщина фигурировала в дорожной сводке уже в качестве виновника аварии. Хабаровчанка управляла Тойотой Вистой, которая на полном ходу врезалась в попутный Приус. Пинок в заднюю часть развернул лифтбэк на 180 градусов. Виста вылетела на тротуар. По счастливой случайности в поздний час на пути седана никого не оказалось. Водитель гибридной машины травмировал шею. Это выяснилось в ходе больничного осмотра. Представительница слабого пола от помощи врачей отказалась, хотя на ногах стояла с трудом. Несмотря на все признаки алкогольного опьянения, проходить экспресс-тест женщина отказалась. Водительское удостоверение автолюбительница получила 19 лет назад. Серьезное нарушение правил дорожного движения за ней зафиксировано впервые.